Зелёный остров И наши сады от заморозков спасло, небо было закрытое, была довольно низкая облачность и повышенная влажность. Вот если бы не облака, если бы не влажность, то в пониженных местах мы точно отмечали бы заморозки. Ну и теплолюбивые культуры, конечно же, погибли бы. Ну а так в наших садах продолжают расти ещё и томаты, и продолжает вегетировать картофель, продолжают свести теплолюбивые культуры. Те же георгины, в общем-то, заморозками не обожгло. Ну, относительно прогноза, к концу этой недели на Южном Урале потеплеет и в выходные дни температура воздуха в дневные часы может быть больше 20 градусов. Ну и ночные температуры тоже достаточно высокие, 7-9 градусов. Конечно же, скажем так, при таких температурах томаты зреть не будут, огурцы будут развиваться плохо, но для большинства культур, для тех же яблок, груш, это самые, что ни на есть комфортные температуры. Зимние сорта яблони, груши, поздние сливы продолжают интенсивно наращивать урожай, берут окраску, у них улучшаются вкусовые качества. Ну, если говорить о более долгосрочном прогнозе, то синоптики обещают, что сентябрь в этом году будет достаточно теплым. Во всяком случае, до конца сентября, пока синоптики не прогнозируют нам даже отрицательных температур, даже в ночные часы будет довольно серьезная волна похолодания в районе, так это, 18-20 сентября, но там опять же не до заморозков. Правда, вот как-то несколько странно, что в этом году практически не просматривается то, что называется бабье лето. Температура будет довольно ровненькая и медленно понижаться от первых чисел сентября к концу сентября. Но здесь я хотел бы немножечко вспомнить о народных приметах. Вот народные приметы с нашими синоптиками, в общем-то, скажем так, не очень дружат. Вот посмотрите, какая в этом году в садах рябина, сколько ее много, какая она яркая по народным приметам. Это говорит о том, что зима придет рано, зима будет достаточно суровая. Ну и по развитию многих растений, вот вы знаете, есть некая тревога. Летом мы с вами имели довольно прохладное, вот август был довольно теплый, а май, июнь, июль шли с недостатком суммы активных температур. В целом, лето вышло такое дефицитное по теплу. Так вот, казалось бы, та же яблоня, вишня, слива, смородина, малина, все должно отставать в росте. А тем не менее, я вижу, что даже на молодых саженцах, на молодых деревьях ростовые процессы уже завершены, уже заложена терминальная почка. Хорошо прошла дифференциация почек, то есть закладка цветочных почек. В общем-то, растения, так это довольно интенсивно готовятся к зиме, и это говорит о том, что все же, может быть, сентябрь будет достаточно теплый, но зима может прийти достаточно рано, и поэтому расслабляться не стоит. Поэтому вот сейчас, пока стоит достаточно комфортная погода, время мы используем на работы в саду, на уборку урожая и на закладку урожая уже следующего. В адрес передачи «Зеленый остров» на прошлой неделе поступило два вопроса. Галина Васильевна спрашивает, подскажите, возможно ли сейчас купить саженцы или плоды яблони «Трансцендент»? Ну, очень интересный вопрос. Я вообще считаю, что яблони «Трансцендент», несмотря на то, что это очень старый сорт, несмотря на то, что это, в общем-то, почти полудикарь, она не потеряла актуальности до сегодняшнего дня. Почему? Сегодня мы как-то в садах предпочитаем высаживать яблоки крупноплодные, чтобы они были такие же, как на юге, забывая, что вот именно в этих маленьких яблочках, некрупных, с очень такими невысокими вкусовыми качествами, содержится витаминов, питательных веществ гораздо больше, чем в южных сортах. Об этом очень много в свое время писал академик Вигаров, он работал в Екатеринбурге, и он доказал, что вот там, в нашем уральском наливном, вот в этом небольшом яблочке, в «Трансценденте» витаминов столько же, как в полкилограмме, там, тех же крымских яблок. Сегодня очень много говорят о здоровом питании, все, поэтому я думаю, что сегодня мы должны, в общем-то, вспомнить вот эти идеи Вигарова, ну и обязательно, чтобы в садах у нас прошло что-то подобное «Трансценденту». Ежегодно урожайный сорт, ежегодно плодоносит, не боится морозов, в общем-то, очень интересный сорт с точки зрения стабильности. Но единственным, наверное, таким серьезным недостатком «Трансцендента» было очень крупное дерево, «Трансцендент» вырастал там и 5, и даже 7 метров, урожай с дерева мог достигать там 250-300 килограммов, что с этим совсем делать, очень серьезная проблема. Поэтому, допустим, в том же научно-производственном объединении «Сады России» сегодня есть программа, по которой в «Сады России» хотят вернуть вот эти ретро-сорта, ну и в том числе «Трансцендент», но вернуть их не в том виде, вот каким мы их помним, вот этими вот деревьями, какими-то абсолютно гигантскими, а вернуть их более компактными деревьями. Сегодня, в том числе для Южного Урала созданы карликовые подвои. Если привить дерево на этот карликовый подвой, культурный сорт, то он будет не таким высоким, как на сеянцевом подвое. Ну и, в частности, вот тот же самый «Трансцендент» в «Садах России» на карликовом подвое сейчас выращивается. Выращивается, ну и если вы посадите такое дерево у себя на приусадебном участке, вы получите дерево, там не 5 метров, вы получите дерево, которое будет в высоту 2,5-3 метра. Практически все работы по уходу за кроной, уборке урожая, можно будет проводить непосредственно с земли. Так, уважаемые телезрители, я предлагаю вам немножечко отдохнуть, и вот в эту такую прохладную, влажную погоду вспомнить о лете. Вашему вниманию я предлагаю зарисовку, которую снял в августе этого года на ВВЦ, бывшем ВДНХ. В этом году выставка отмечала 80-летие, ну и количество цветов на этой выставке было просто огромным. Я предлагаю вам немножечко отдохнуть и под музыку Моцарта совершить прогулку по одному из лучших парков в нашей стране. Итак, уважаемые телезрители, мы с вами немножечко отдохнули, мы с вами побывали на ВВЦ, насладились этими фонтанами, этими пышными цветами. Зарисовки с ВВЦ сегодня вы еще увидите. Ну а сейчас я хотел бы несколько слов сказать относительно вопросов, которые нам задают телезрители. Вот в адрес передачи поступила вот такая вот посылочка. Вот эти вот черные плоды, вы не поверите, это яблоки. Да, и вот садоводы спрашивают, вот что это за заболевание, что это за заболевание и как с ним справиться. Вот многие, увидев такие яблоки у себя на участке, считают, что это парша. Нет, это не парша. Парша на плодах проявляется такими сухими пятнами, немножечко вдавленными. А то, что мы с вами видим, это плодовая гниль плодов. Еще ее иногда называют кольцевой гнилью. Почему? Когда вот эти вот плоды полностью повреждены грибком, то начинается плодоношение этого гриба, и это плодоношение идет как бы такими небольшими кольцами. Отсюда и кольцевая гниль. Источник заболевания вот этим кольцевой гнилью или плодовой гнилью, это сублимированные плоды, которые остались на дереве с прошлого года. Вот большинство таких поврежденных плодов, оно упадет, мы их там закопаем, с участка удалим, и все будет нормально. Но обратите внимание, когда закончится листопад, некоторые яблоки продолжат на дереве висеть. И вот именно эти яблоки на следующий год будут источником инфекции. Когда яблоня отсветет, когда завяжется, в такую влажную, теплую погоду, вот эти вот споры вылетят, и произойдет новое заражение. Поэтому все вот эти вот поврежденные плоды из земли, из дерева желательно собрать, закопать. На следующий год проблем будет значительно меньше. Но в садах вести такие мероприятия очень сложно, вы убрали, соседей нет, и ваша работа, в общем-то, на смарку. Поэтому, как профилактическое мероприятие, яблоня отцвела, сбросила лишнюю зависть, провели обработку. Предупреждающую обработку можно провести такими простыми фунгицидными препаратами, безопасными, типа аллерин, фитоспорин, гомаир, препарат стимикс стандарт, стимикс GP. В общем-то, этого бывает достаточно. Желательно провести 2-3 обработки, 2-3 опрыскивания. Ну, а если заболевание уже проявилось, здесь можно воспользоваться препаратом топаз. Вообще-то, это препарат для борьбы с мучнистой росой и частично паршой. Ну, вот эту проблему он тоже зацепит. Ну, и можно обработать банально там либо бордоской жидкостью, либо хлорокисью меди. Но еще раз, вот сейчас мы с этим заболеванием начинаем бороться таким образом, что вот эти вот все поврежденные плоды мы собираем, закапываем или просто вывозим с участка. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, вашему вниманию я предлагаю сюжет на правах рекламы, который мы записали в садовом центре Виктория. И этот сюжет посвящен исключительно важной работе, которую необходимо провести на участке именно сейчас. Для того, чтобы на приусадебном участке получить высокие здоровые урожаи, пышное цветение растений, садовод должен правильно подобрать сорт или гибрид, садовод должен много внимания уделить орошению, но самая главная забота садовода какая? Одна из самых главных задач, это, конечно, подготовить почву для будущих посадок. И я могу точно сказать, общаясь с садоводами, я очень много езжу по нашим садовым участкам, наша почва исключительно истощена в большинстве случаев на садовых участках, особенно на старых садовых участках. Полностью согласен, вообще, вот я считаю, что о плодородии почвы нужно помнить всегда, вот это самая главная работа. Вот если почва неплодородная, какой бы сорт ни был, какие бы там удобрения мы не применяли, все это будет бесполезно. Ну и, наверное, я единственное поправлю, даже на участках, где почва не уставшая, там тоже нужно думать о плодородии. Какие есть варианты? Наши садоводы сейчас очень часто задумываются об экологическом земледелии. Как можно меньше использовать химикатов, удобрений. И очень полезная вещь, помощник просто в саду – это сидераты. И сейчас начало осени – это самое время для подготовки почвы для будущих посадок и для посадки таких вот наших друзей, как сидераты. Ну вообще сидераты – это волшебное слово. Сидераты, вы знаете, они позволяют и оздоровить почву, и обогатить почву легкими органическими соединениями. Сидераты – вот это, наверное, лучший вариант для того, чтобы улучшить, улучшить, радикально улучшить качество почвы на приусадебном участке. Ну и вот у нас здесь есть различные варианты сидератов. Давайте мы, наверное, вот о них немножечко поговорим. Ну, наверное, вот сейчас сидерат номер один для осени – это… Конечно, это горчица белая. Она очень легка в использовании. После посадки проходит буквально три недели, когда она уже готова к перекопке. И после перекопки мы весной уже получаем полноценное удобрение, которое разрыхляет почву, которое вносит почву необходимые питательные элементы, такие как, ну, в большей степени это, конечно, азот, в то же время калий и фосфор. Благодаря горчице белой мы уходим от такого неприятного насекомого, как… Проволочник. Проволочник, да. Много вопросов задают. Так вот, использовав горчицу белую при осенней посадке, мы во многом уйдем от проволочника. Ну и здесь я добавлю, в общем-то, аромата вот эфирных масел горчицы белой. Очень боятся патогенные грибы, вот фузариоз, вертициллиоз – это проблема, ой, из проблем. Встретить эти заболевания можно буквально на каждом участке. Посеяли горчицу, и горчица вот фитонцидами своими почву зачистила рожь азимая. Рожь азимая, конечно, это тоже замечательный сидират. Мы делим сидираты на те, которые мы используем осенью и перекапываем осенью. А вот такие вот, как рожь азимая, фацелия, овес, мы их будем перекапывать весной, и весной получим прекрасное уже удобрение. То есть сейчас осенью мы их высаживаем, а осенью, когда они у нас взойдут, им будет хватать достаточно влаги, мы их перекапаем. Что очень важно, надо не допустить в сидиратах, чтобы они не дали семян. То есть мы их будем перекапывать до их семяобразования. Это очень, в общем-то, заметно. То есть как только начинают свисти, в этот момент мы уже точно должны их перекапать, не задерживать. Ну здесь я добавлю, вот про горчицу я говорил, запаха горчицы боится проволочник, зачищает горчица от фузариоза, от вертициллиоза. А вот у ржи есть очень интересная особенность. Фитонциды ржи изгоняют нематоду. А это очень серьезная проблема. Если на одном участке вы несколько лет выращивали картофель по картофелю, или землянику по землянике, знайте, что на этом участке накопилось невероятное количество нематоды. Очень тяжело диагностируется повреждение нематодой, но если вы заметили, урожай резко упал, растения стали такие карликовые, вот скорее всего это именно этот вредитель. И избавиться от него можно прежде всего с помощью озимой ржи. Ну еще здесь рожь мы высеваем, она дает всходы, уходит зеленой. Ну а вот о чем вы говорили, фацелию мы высеваем чуть-чуть попозже, где-то во второй половине сентября. В почве семена фацелии пройдут стратификацию, в почве семена фацелии подготовятся к всходам, взойдет фацелия только на следующий год. Ну и еще здесь есть у нас овес. Да, овес, конечно, это тоже хороший сидират, и мы его, конечно, используем. Каждый сидират надо подбирать под определенную культуру. Так вот, Александр Иванович, овес под какую культуру вы посоветите? Ну, овес, в принципе, подойдет под цветочные культуры, под капустные культуры. А вот горчицу куда нельзя? Горчицу белую нельзя под капусту, под, допустим, редиску, если вы на следующий год будете, под крестоцветные, так называемые. Ну, а фацелия, фацелия, вот я здесь чуть-чуть добавлю, помимо того, что это чудесный сидират, фацелия, это очень хороший медонос, она очень приятно пахнет, ну и участок, который мы засеем фацелии, в начале лета будет выглядеть просто вот, ну, супер декоративно, вот ее буйное цветение, это что-то. Александр Иванович, я еще хотел бы отметить такой нюанс. Когда мы сейчас в сентябре месяце убираем различные овощные культуры, почва у нас остается открытая, открытая для солнца, открытая для ветров, и в это время происходит истощение почвы, она иссушается, выветривается, и плодородие... Деградация! Деградация! Вот в сентябре и вот в продолжение осени именно деградация происходит из-за того, что грунт у нас остается открытым, а на него действуют различные климатические условия. И все микроорганизмы, которые полезные есть, они, в общем-то, истощаются, и почва истощает. Вот сто процентов с вами, Александр Иванович, согласен. Вообще, уважаемые садоводы, запомните, вот представление о том, что почвы надо там порвать, чтобы вот, ну, какое-то время она стояла без посадок, это очень старые представления. Сегодня доказано, что почва должна непрерывно работать, на ней постоянно должно что-то расти. И убрали лук, посеяли сидорат, убрали картофель, посеяли какой-то сидорат. Вот только в этом случае вы вправе рассчитывать на то, что плодородие почвы вы будете поддерживать очень долго. Как раз я буквально вчера снял последние помидоры и высадил горчицу белую для того, чтобы почва у меня не была свободной, открытой. И она уже буквально там за 2-3 дня, она уже всходит, достаточно много влаги, и ничего сложного в этом нет. А в конце сентября мы уже все перекопаем, и там уже близки заморозки. И мы все сделаем для того, чтобы почва наша была плодородной, и на следующий год мы получили замечательные урожаи. Итак, мы рассказали вам об одном из лучших вариантов, как поддерживать здоровье и, главное, плодородие почвы. Ну, а приобрести вот все эти чудесные сидораты, плюс вы можете приобрести вот такой вот интересный препарат, как жмых от горчицы. Это, в принципе, заменитель в некий, собственно, сидората горчица белая. Так вот, все вы это можете приобрести на торговых точках Садового центра Виктория. А по дороге в сад я всегда заправляю свой автомобиль на АЗС Профит, потому что я очень ценю высокое качество и при этом совершенно не хочу переплачивать. На АЗС Профит вы можете приобрести бензин предельно возможного на сегодня качества АИ-98. Залив этот бензин в бак своего автомобиля, вы ощутите себя пилотом болида Формулы-1. Итак, бак полон, а теперь с АЗС Профит в сад, в лес, на рыбалку к лучшим впечатлениям нашей жизни. АЗС Профит в саду АЗС Профит в саду Вы видели еще одну часть зарисовки, которую на прошлой неделе я подснял на ВВЦ. ВВЦ сейчас преобразился, это одна из лучших парковых зон в стране. Но здесь я хотел бы вспомнить, что в нашем городе началось создание парка Притяжение. Большой парк с большими задумками, с большими идеями и передача «Зеленый остров» собирается рассказывать на своих страницах о том, как создается этот парк. Более того, вот к идее создания этого парка, к наполнению, мы хотим подключить садоводов нашего города, мы хотим подключить горожан, даже которые не имеют приусадебных участков. Я думаю, что в нашем городе будет парк, который по качеству не будет уступать тому же парку на ВВЦ. Ну а у меня в руках вот эти вот прекрасные цветы. Вот знаете, есть цветы, к которым ты относишься как-то по-особенному. Вот астры – это моя любовь. Вот не знаю, за что я их так вот люблю. Может быть, потому что они завершают вот это вот буйное летнее цветение. Может быть, за какую-то их невероятную окраску. Современные сорта, они отличаются исключительно высокой декоративностью. Вот посмотрите, какая интересная астра. Видите, половина у нее розовая, половина у нее белая. Это целая группа вот таких астр-хамелеонов. Ну а какие вот эти вот астры – это сорта серия хризантелла. Разговаривая об астре, я хотел бы вспомнить об одной очень интересной детали. Астра – очень неприхотливая культура. Она мерится там с достаточно невысоким плодородием почвы. Ее можно там забыть, полить, все-все-все-все. Все очень хорошо для садовода, но у астры есть довольно серьезный недостаток. Практически все сорта астры очень сильно повреждаются фузариозом. Сегодня мы говорили, что с фузариозом можно бороться с помощью сидератов. Фузариоз подавляет та же горчица белая или жмых горчицы белой. Но не всегда этих методов бывает достаточно для борьбы с фузариозом на такой чувствительной к этому заболеванию культуре, как астра. Поэтому запомните. И если вы хотите получить на участке очень пышное цветение астры, ни в коем случае не высаживайте астру по астре. Не высаживайте астру по томатам, не высаживайте астру по картофелю, потому что фузариоз повреждает эти культуры, накапливается в почве. Ну и хороших результатов получить вы не сможете. Кстати, я, наверное, забыл сказать, как выглядит фузариоз. Фузариоз выглядит следующим образом. Астра у вас растет, растет. Начинается бутонизация. И вдруг астра начинает вянуть. На стеблях появляются темные продольные полосы. Ну и растение в конечном итоге может даже погибнуть. Или цветение будет очень таким невнятным, непышным. Так вот, чтобы этого не происходило, никакой свежей органики под астры не вносим. Не высаживаем астру под культуры, которые также сильно повреждаются фузариозом. Ну и я рекомендую еще до начала бутонизации обязательно провести обработку астр препаратом, который подавит развитие фузариоза. Тот же фитоспорин, тот же байкал, тот же экстрасол аллерин подойдут здесь идеально. Главное сделать это заранее. Ну и в продаже в Магнитогорске есть препарат Росаграгард. Это препарат, созданный на основе лизатов бактерии. Это одновременно и инсектицидный препарат, и противовирусный препарат, и всякими-всякими он активностями обладает. В том числе он обладает высокой активностью против вот этих патогенных грибов фузариума и вертилиума. Достаточно одной обработки, чтобы защитить астры на целый год. Ну и маленький-маленький такой совет, конечно, за меня его будут критиковать. В крайнем случае, если заболевание уже проявилось, возьмите таблеточку тетрациклина, можно просроченного одну на литр воды, развели, полили и получили исключительно пышное цветение. Ну, единственное, скажем так, пользоваться таким способом на культурах, которые вы будете потом использовать в пищу, на тех же томатах и огурцах, бороться с фузариозом с помощью тетрациклина, я вам не рекомендую. Ну, а астрам, в общем-то, на астрах такой эксперимент, он, в общем-то, будет весьма и весьма успешным. Ну и еще помним, что астра – это ярко выраженное фотопериодичное растение. Срок цветения астры наступает не от того, сколько там рассаде, как долго она росла на приусадебном участке. Вот когда день начинает сокращаться, 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 вот только тогда фактически растение дает, там, гормоны растения дают сигнал на то, чтобы произошла закладка цветочной почки. Поэтому, если вы хотите получить цветение астры в более ранние сроки, вам необходимо искусственно для астры сократить день. Ну, в теплицах, допустим, для астры, для хризантемы, хризантема тоже резкофотопериодичное растение, просто теплицу во второй половине дня закрывают, закрывают несветопрозрачным материалом. На приусадебном участке вы также, чтобы стимулировать более раннее цветение, в середине лета на астры и на хризантемы можете набрасывать темный нетканый укрывной материал. Вот такая операция, проведенная в течение недели, полдня астра на свету, полдня вот при таком притенении, произошла закладка цветочных почек, и дальше цветение вы получили иногда даже на месяц раньше. Ну и очень простой прием, вообще астра светолюбивое растение, но если вы посадите его с западной или восточной стороны вот какого-то строения, забора, и астра будет освещена только полдня, ну цветение у нее будет чуть-чуть похуже, чем на солнышке, но зато наступит значительно раньше. На сегодня время передачи подходит к завершению. Мне лишь остается поблагодарить вас за внимание и в заключении посмотреть третью часть зарисовки о том, какое же прекрасное лето у нас завершилось. КОНЕЦ КОНЕЦ Закрути и много не плати! Дом и сад. Автомобилистов 6.3 Компания Теплицы на фундаменте. Предлагает приобрести качественные теплицы из поликарбоната. Новинка. Теплица домиком с открывающейся крышей. 431-438. Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова